МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГАГАУЗИЯ ХАЛКТУ ПЛУШУ ГАГАУЗИЯ НАН БАШКАНУ НА ДЕЮЩЕЛЬМИКЛЕ РЕЧЕНЬ ДЕПТАТЛАРЫН КОМИСИЯ СНЫ КУРДУ. Депутатлар капитал инвестиция канонуючин джомнясислимиклерин и гечерделяр. Молдова нанкуветлери хаберлерлер европалы кью программы сычин. ГАГАУЗИЯ ХАЛКТУ ПЛУШУНДА ГАГАУЗИЯ НАН БАШКАНУ НА ДЕЮЩЕЛЬМИЛЕКЛЕ РЕЧЕНЬ ДЕПТАТЛАРЫН КОМИСИЯ СЫ БАШЛАДЫ КЕНДЕЮЩЕНИ. БУ ПРОЦЕСЯ КАТЫЛДЫЛАР КАНУН КУРУДЖУЛАРЫ ХЕМЕКСПЕРТЛЯР. АНГЫ ДЕЮЩЕЛЬМИКЛЕРИ ОННАР НЕДЛЕ НЕРЛАР ЯПМА БЕЗИМ СЮЖЕТЫМЫЗДА. ГАГАУЗИЯ ХАЛКТУ ПЛУШУНДЕ ПТАТЛАРЫН КОМИСИЯ СЫ ИЮРЕНДИТЕКЛЕФЛЯРИ НЕЛЯЗМ ГАГАУЗИЯНН БАШКАНУНДА ДЕЮЩЕРМЯ. БУНДАН СОРА ОННАРА ЧЕКЛАДЫЛАР БАШ СОРУШЛАРА ОНГЛАРЫНДАН БАШЛАЯДЮЩЕК ОННАРЫН ИЩЕ. ГАГАУЗИЯНН БАШКАНУНУ УЛАЖЕНИЯ БИН ДОКУЗС ДОКСАНСЯКИЙ ИЛДА КАБЛЕДЕЛЬДЕ. ОННУН КУРУЛМАСЫНДА АКТИВ ПАЯЛДЫ ГАГАУЗИЯ ХАЛКТУ ПЛУШУН ЭКС-БАШИ ПЕТР ПАШАЛЫ. ГАГАУЗИЯН ТЕМЕЛЬ КАНУНУ БИС ОНА ДЕЮЩЕ, СОЛЯ ЯЗДЫК ТАВАН НАДЫНА. О, БИЗИМ КОНСТИТЮЦИЯМЮЗ, О, БИЗИМ ЕМ БІЮК КАНУНУМУЗ. ОНГИСА, АНИ, ХАЛЫЙ АЛДЫЮЩЕ, ЧОК ИЩЛЕР, СТАБИЛИЗАЦИЯ ОЛСУН, УСЛУЛУК ОЛСУН ГАГАУЗИЯНИ ЧИНДЕ. ОНУН ДОЛАЯН ДА ЛАЗМ ОЛСУН, ЮЗЛЕРЛАН ЗАКОН, ОНГЛАРЫ РЕГУЛЕРВАТИДЕ, ОНГЛАРЫ, ИЩЛЕСИНЕ ЛАЗМ, ИЗЛЕРЛЯН ЗАКОНА ЧИНДЕ, ОЛСУНУЛНРА, ИЗЛЕРЛЫЙ ОЛСУН, У СТАТИЯЛАРИ ГЭТСИН, ОЛСУН, УСЛУЛУК ОЛСУЛУК ОЛСУ, ЕМ БІДЕ, ОЛОСУЛЮ ЦИНДЕ ОЛСУ. ОНГЛАРЫЙ ЗАКОНА БІСОБУМ ПРАВАМУЗ, ОНИ КАБЛІТТИ, МОЛДОВА'Н ПАРЛАМЕНТАСИ. Сначала мы собрали, потом Кишнофта собрали. У нас 27 статей. У нас 27 статей нет, чтобы было очень много людей. Мы овозьмируем 100 статей. Русские статей стали расшифровать. Мы собрали, а также болтали эти статей. Мы собрали, которые собрали, и мы собрали. Комиссиян'ин oturушида белый единый, а не дейшим мекар лазим олсунгар, баалый финанс и экономика урларынан. Бундан чекилер инсанарин яшамасын калитеси. Депутатларын комиссияси'н ищи не каталдылар. Эксперт ларингларын давар бежим мекар бурдан. Инсанар англораны в овакаттларда инцидерла беже yardımcı олардлар. Шиндиде онлар бежим манамызда да біз барабар генчлерлен, генч депутатларлен, башка узманнарлен, спеціалістлер бар. Онлар барабар біз бі дейшиклі азірліеріз. Депутатлар, хім експертлер, гельділяр карарані лазым кабліетмя регламенті комісіяның башні етлі речі. Ніхім хабірлі мя бінун үчін жүмінея. Күркчу Віталій Иванович, Султ Георгій университеті і многі інші вони оказывають неоцениму допомогу. Але виявла одна ситуація. Она носит... Гагаузія халтоплышун ілік спікері Пётр Пашалы, Віталій Күркчу, Георгій Султ, хім башкаларі, бакані комітеті назаларі, гельмідлер отуруша, депутатларді Анкарі, башка, пайаланар, експерті, уйрунда, Варджік Аталсынар. Придлогом того, що вони не включені в состав комісії, хоча комісія депутатська, називається і було опрадлено, що тільки депутатам можуть війти в депутатську комісію, а остальні являються експертами. Депутат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Конституции, а ГГУЗИ, той судебной инстанции, которая бы уполномочена была бы рассматривать, суд уложения, полагаем, что если коллеги согласятся, мы хотим, чтобы у нас функционировал суд уложения или конституционный суд. Потому что, когда мы говорим о уложении, по сути дела, это конституция. Почему мы не назвали его конституцией, хотя мы все понимаем, что это синонимы, по сути? Потому что, во-первых, в законе о особо правовом статусе в ГГУЗИ применяется этот термин. Во-вторых, то, что в скобочках мы можем указать, это ничего не даст. Есть конституция страны, и мы не претендуем на столь высокое название. Главное, мы определяем канон Тимили, основной закон. Юрий Ильич, вот по этому закону, что будут представлять собой судебные власти у нас в ГГУЗИ? Значит, смотрите, чтобы четко понимали, мы не покушаемся на изменения судебной системы, функционирующей у нас в автономии. Отнюдь, как работали суды, так и будут работать, будут рассматривать гражданские, семейные, уголовные, трудовые сборы и там подобные дела. Мы говорим о том, что на сегодняшний день суды общей юрисдикции рассматривают специфические дела, касающиеся соответствия Конституции и с законом, принимаемые Народным Собранием Законы. Это нонсенс. Конечно, эти вопросы должны рассматривать специализированные суды. Вот как в Штатах это Верховный суд, допустим, наделен полномочиями, у нас это Конституционный суд, это в Европе, как правило, Конституционные суды. И, кстати, чтобы понятнее было, это не наше изобретение, это вытекает из сути организации деятельности нашего политического формирования, образования как автономия. Это право на наличие такой судебной инстанции подтверждено и авторитетной комиссией, достаточно известной в мире венецианской. Все государства обращаются к этой комиссии для дачи правового заключения на предмет соответствия Конституции, декларациям, уставу ООН и так далее и там подобное. И были даны положительные заключения на сей счет. Вот единственное, мы бы не хотели, чтобы суд уложения Гагаузии функционировал в отрыве от всей той судебной системы, которая функционирует в стране. Есть варианты, это наше предложение, видение, необходимо еще убедить наших коллег из центра. Потому что об этом очень много лет уже говорят, насколько я знаю, неужели сейчас это вдруг получится. Мы эти вопросы рассматривали 6 лет тому назад, но в силу известных обстоятельств политического характера, касающихся только автономии, сразу подчеркиваю, не в стране дело, не в тех политических процессах, что там происходило. От нас зависело, мы не делали. Никто нам не завязывал руки и не сшивал, извините, рты, чтобы мы не произносили эти слова, не обсуждали, не искали. Вы говорите, что нужно убедить молдавские власти? Конечно, надо убеждать. Ну, мы можем и любое учреждение, институт учредить здесь, в Гагаузии, но если она будет вне правового поля, вы же понимаете, что функциональности и полезности не будет. Это трудный процесс, мы это понимаем, осознаем, тяжелый. Это даже повод для особо недалеких политиков, я их так в лицо называю, которые не знают, как строить государство, как укреплять общество в целом, могут представить ситуацию, что вот элемент сепаратизма. Мы такое слышали, что это разрушает государство, те, которые, подчеркиваю, не понимают и не знают, как надо строить государство и далеки от этих вещей. Поэтому и много чего есть. Кстати, одно из нововведений, то, что мы столкнулись, опять же, несколько месяцев тому назад, с выборами председателя Народного собрания, когда единственный законодательный представительный орган автономии был нефункционален длительное время только потому, что депутаты не могли найти общий язык и выбрать себе председателя. Георгиевич, прежде чем мы перейдем детально к этому вопросу, хочу спросить, вот в этом году депутаты намерены взяться конкретно за изменения в уложения. Раньше у нас такие прецеденты были, когда депутаты не могли долгое время, вот настолько долго не выбрать председателя, и были ли прецеденты также с выборами Башкана, потому что мы знаем, что изменения коснутся и выборов Башкана. Вот раньше были такие прецеденты или это впервые в этом году? Мы говорим, когда последний раз выборы были, наше уложение говорит о том, что выборы признаются недействительными, выборы Башкана имеются в виду, если в первом туре участвовали менее половины избирателей. Но в силу тех миграционных процессов, которым подвергнута страна и Гагаузия, количество людей, проживающих в автономии, значительно уменьшилось, но при этом они числятся и не могут быть исключены из регистра избирателей наших сограждан. То есть из года в год эта ситуация и проблема случается? Башкана находится годами на заработках, да и просто переезжает, постоянно местожительство определяет в другой стране и не возвращается назад, но в то же время не исключает себя из списка как наших сограждан, так и избирателей. И мы должны руководствоваться этими списками, это и правильно, потому что это конституционное право человека, не важно где он находится. И вот мы столкнулись, что когда наши выборы, вы помните, Башкана продлили на определенное время, что вызвало недовольство, там другие вопросы возникли, сомнения возникли. Чтобы этого не было, мы решили уменьшить это количество до одной трети. Кстати, страна давно пошла по этому пути, внесены изменения в кодексе выборах Республики Молдова. И такие же изменения будут внесены в последующем уже после того, как мы внесем изменения в уложения и в избирательный кодекс Гагаузии. Вот эти моменты. Потом мы решили, так думаем, решили, пока комиссия думает, это уже народное собрание, как примет. Но тут даже не столько народное собрание, сколько народ, как примет. Я сейчас объясню, почему именно народ, я подчеркиваю. Это то, чтобы Башкан имел право распустить народное собрание, наделяем право... Я прошу прощения, я вас прерываю, просто чтобы люди поняли правильно, вот сейчас по выборам Башкана. Какие изменения конкретно вы хотите? Вы сказали, что необходимо половина. Уменьшить количество избирателей, которые могут участвовать, будут участвовать в выборах, и чтобы выборы были признаны действительно. У нас сколько? До одной трети. Была половина, 50%. У нас 50% мы последний раз набирали, когда референдум провели в 2014 году. Это единственное будет изменение по выборам Башкана? Только касается, да, то, что по выборам. Конечно, да, да. Здесь мы за это единственное. Ну, смотрите, чтобы не получилось так, что я вот решил за всю комиссию. Могут быть и иные предложения. Я просто излагаю то, о чем мы обговаривали, то, о чем я озвучивал, и нашел поддержку у многих. И об этом и другие депутаты говорят. Потому что так, как бы это мое мнение. Но я буду рад только, кстати, если будут предложения. Мы обратились всем примарам, всем советам, общественным организациям, несполком, другим заинтересованным лицам. Если есть у вас какие-то предложения о внесении изменений, дополнений, уложений, пожалуйста, присылайте их в наш адрес. На сайт, на электронный адрес народного собрания. Открыт еще специальный адрес почтовый, имеется в виду электронный, для этих целей, именно по вопросам, связанные с изменением и дополнением уложения. Будем только рады, рассмотрим, если они будут приемлемы. Безусловно, примем во внимание и полагаю, что наши коллеги утвердят. Поэтому подчеркну, пока я говорю от своего имени, даже если бы и комиссия приняла решение, все равно народное собрание в конечном итоге должно рассмотреть эти вопросы. И в будущем мы полагаем, что не депутаты будут принимать, а все то, что мы готовим в качестве изменения и дополнения, будет представлено суду общественности, будет проведен референдум, и на референдуме народ определит, стоит ли нам снижать количество избирательного порога с тем, чтобы у нас был Башкан все-таки, потому что в противном случае у нас не будет Башкана, стоит ли нам нести другие изменения в части того, что народное собрание может годами избирать председателя, или же все-таки мы ограничим вот этот период каким-то сроком, два-три месяца, я не знаю. Кстати, во многих странах и годами действительно и длится, и год, и два такие прецеденты имеются, но наша автономия очень маленькая, и нам не хотелось бы вот эти прецеденты, чтобы стали явью для нашей автономии. И еще я начал говорить, что мы хотим наделить Башкана правом, распуска народного собрания, даже в том случае, если будут сформированы рабочие органы, то есть председатель, заместители, президиумы, но в силу определенных обстоятельств, как правило, распри внутренних, народное собрание в течение определенного периода, полагает, три месяца, это мое мнение, три месяца не будет принимать каких-либо законов, постановлений, то есть нормативных актов. Это свидетельство о нефункциональности народного собрания. Основное предназначение и главная задача народного собрания – это законотворчество, создание законов посредством принятия постановлений и так далее. Если нефункционально, тогда афары. Георгиевич, в одной из наших программ вы сказали, что депутаты народного собрания Гагаози будут рассматривать на заседании комиссии изменения, касающиеся того, что если вдруг Молдова теряет независимость, Гагаози имеет право на самоопределение. Но вы отметили, что в уложении не предусмотрена сама процедура. Вы сказали, что депутаты намерены над этим работать. Что предполагается? Значит, смотрите, закон об особо-правовом статусе Гагаози четко определяет, что в случае изменения статуса страны народ Гагаози имеет право на внешнее самоопределение. Это положение закреплено и в уложении Гагаози. Это важный момент, гарантирующий как сам факт существования автономии, так и сам факт независимости нашей страны. И мы, здравомыслящие во всяком случае политики, убеждаются в том, что наличие Гагаози – это действительно тот фактор, который позволяет существовать в Молдове. Иначе у нас эти распри привели бы нас, если бы не к Румынии, то куда-то еще. Но это мы понимаем, чтобы не раскрывать, как говорится, все эти тонкости. Но при этом ни одного нормативного акта, который бы регулировал вопросы, связанные с процедурой реализации этого права, как будет народ определяться, как будет реализовывать свое право, естественно, посредством референдума. И вот в этой связи, вы помните, в 2014 году в Гагаози был проведен референдум, в котором было определено, что был принят закон об отложенном статусе, что Гагаози имеет право на внешнее самоопределение, и все те органы, которые публичной власти, которые функционируют в автономии на день возникновения времени Че, то есть потери государством своего статуса, то эти органы становятся уже сразу государственными, республиканскими и так далее. И там определена сама процедура перехода вот в это состояние. Я всегда говорю, что дай Бог, чтобы никогда ни нам, ни нашим детям, внукам и правнукам не пришлось реализовать это право, чтобы не было необходимости, я в этом смысле имею в виду, чтобы наша страна была независимая, ясно, процветающая и удобной, уютной для всех. Но тем не менее, реалии таковы, что мы должны предусмотреть все случаи. Мы приняли этот закон на референдуме, его никто не может отменить, и народное собрание не может, потому что он принят народом. И мы хотим вот это положение закона закрепить в уложении, что вот эта процедура после права на реализацию определяется вот этим законом. Это важный юридический момент, чтобы не возникало вопросов, соблазнов там у будущих, как говорится, политиков, чтобы волеизъявление народа определено посредством референдума. И изменение этого волеизъявления может иметь место только посредством референдума. Это важный момент такой. Ну и будут и другие. Было интересное предложение, опять же, в свете вот тех реалий, с кем сталкивается наше общество в последние годы, чтобы определить, дать понятие семьи. Значит, да, государство и Гагаузия на себя берет ответственность за сохранение и защиту семьи, материнства и так далее. А понятие семьи, видите, в некоторых странах видоизменилось. И было предложение, чтобы обознать, что семья – это брачный союз между мужчиной и женщиной. Вот так. Хотя мы все понимаем, о чем речь идет, но вот некоторые в свете вот тех изменений, к которым столкнулось наше общество, или вернее пытаются навязать, мы решили это. Ну, это такой момент, как бы, может быть, не самый главный, все равно зависит от восприятия общества. И тем не менее, то, что имеет особое значение на этом этапе, мы затронем. А то, что второстепенно попытаемся не затрагивать. Экспредседатель народового собрания Гагаузии Петр Михайлович Пашалы в интервью нашему каналу сказал, что вот вложения должны быть закреплены или прикреплены вот к этому главному документу все наши законодательные акты, которые действуют на территории Гагаузии. Как вот это все отразится? Намерены ли вы сделать это, чтобы это все отражалось? Да, это важный момент. Мы, кстати, этот вопрос неоднократно поднимали перед нашими коллегами-парламентариями с тем, чтобы они внесли необходимые изменения в закононормативных актах, чтобы те законы, которые принимаются Гагаузией, являлись частью всей законодательной системы нашей страны. С учетом положения, отраженных в законе об особо правовом статусе Гагаузии, естественно, в Конституции, то есть принятых в рамках наших полномочий и наших компетенций. Здесь мы однозначно то, что закрепим, это факт. Тут сомнений не имеется. Важно другое, чтобы страна осознала необходимость этих несений изменений, потому что на сегодняшний день судебные инстанции не то, что игнорируют нормативную базу или законы, принимаемые в Гагаузии, они исходят из того, что вот республиканские законы, одни и те же положения, по-другому трактуют или устанавливают другие какие-то требования и, соответственно, руководствуются республиканским законом. Принцип. Те законы позже были приняты, потому что какой закон был позже принят, более свежий, так скажем, его положение и применяется, если противоречит другим. Это касательно закона об особо правовом статусе. Либо у вас закон подзаконный акт всего лишь. Я хочу отметить, что Венецианская комиссия тоже высказалась по этому поводу, то, что законы, принимаемые Гагаузией, в данном случае Народным собранием, имеют приоритетное право на существование и применение в автономии по сравнению с республиканскими законами, но только в тех областях, которые являются исключительной компетенцией Гагаузии. А компетенция Гагаузии определена в статье 12, какие законы может принимать Народное собрание. Ну, это так, для юристов, коротко говоря, важный момент. И, опять же, возвращаюсь, почему нам нужен и суд уложения, который будет рассматривать вот эти вопросы через призму Конституции, через призму закона об особо правовом статусе Гагаузии, уложения. И тогда не будет подобных вопросов, то, что Петр Михайлович сказал. — Георгий Георгиевич, мы видим, что работает комиссия по внесению изменений в уложения в Народном собрании Гагаузии. Комиссия создана и при Башкане Гагаузии. Мы знаем, что заседала и та комиссия. Теперь можете нам объяснить, эти две комиссии будут работать отдельно или они будут соприкасаться? Как работают? Будете идти параллельно или сообщать? — Я вообще удивлен был, я сперва воспринял это как шутку, потому что 1 апреля было издано распоряжение о формировании еще одной комиссии, при том, что это Народное собрание определяет о принятии закона, о проведении референдума или вообще о внесении изменений в уложения. У нас, вы знаете, 18 марта Народное собрание вынесло постановление, коим утвердило комиссию, специальную депутатскую комиссию по подготовке, внесению изменений, дополнению в уложениях, в состав которой были включены 11 депутатов. Мы определили, что со всех фракций, групп, течений, как хотите, должны быть обязательно включены, потому что это тот документ, который будет определять правила нашей жизни на многие года и десятилетия. И тут никаких партийных или иных политических разногласий, идеологии не должно быть принято во внимание. 11 депутатов было включено, было обращение исполком, чтобы представили своих представителей, которые будут работать. Мы включили представителей университета, с юридического факультета, других лиц, имеющих понимание и отношение к этим процессам, которые могут в силу своих знаний быть полезными в этих вопросах, и вынесли соответствующее решение. Но представители исполкома перестали работать после первого же дня, пришли и потом тихо по-английски встали и ушли с зала заседания, только потому, что они не являются членами комиссии. Наши попытки объяснить, что речь идет о депутатской комиссии, а вы в качестве экспертов-специалистов, не было принятого внимания. Потом появился вот этот документ, который вызвал смех, недоумение не только у меня, но и у многих депутатов. Какое-то, ну, не совсем, скажем, правильное, чтобы не сказать другое слово, противостояние, как будто в пику, хотя это входит в компетенцию народного собрания. И тем не менее, ради общего дела с тем, чтобы даже такого рода, пусть вызывающую улыбку, как говорится, мелочи не препятствовали нашей деятельности, было предложено внести изменения в наше постановление, чтобы оно называлось не специальная депутатская комиссия, а специальная комиссия, в состав которой принять в качестве членов не только депутатов, но всех тех, которые могут быть полезны. И буквально вчера, по моему указанию, обратились к Башкану, она ответила, что вот эти шесть человек, которые первоначально были обозначены, будут работать в этой комиссии, ну, коли это имеет значение для кого-то. Мы подготовили проект постановления о внесении изменений в то самое. Я думаю, что буквально на следующем заседании, вот во вторник мы намереваемся провести специальное заседание, одним из вопросов будет внесение изменений. Вот это недопонимание, назовем это так, уйдет на нет, и мы будем дальше работать. А работать мы должны быстро, много, долго, продуктивно, качественно, с тем, чтобы в ближайшее время принести на суд общественности необходимый продукт. Почему? Юрий Викторович, Вы приняли регламент. Вот как Вы будете работать? Сейчас регламент подготовлен уже, тоже будет утвержден. Все, мы уже подготовили, то есть осталась техническая составляющая. Только, я думаю, ни у кого не вызовет никаких вопросов. Но, чтобы Вы понимали, нам надо спешить не за горами башканские выборы. А любые изменения в уложении требуют срока, где-то в общей сложности, наверное, до 9 месяцев. Потому что после регистрации, только после регистрации, по уложению мы должны сдать 6 месяцев, прежде чем примем вот эти изменения. 6 месяцев. Но одновременно Вы сказали, что это кропотливая работа. Насколько Вы сможете выполнить эту работу? Принцип очень простой. Ну, во-первых, у нас заготовки имеются. Я Вам сказал, что 6 лет тому назад, вот Дмитрий Георгиевич Константинов был председателем, я, Бургутши, другие мы работали в этой еще, чем поешь, другие депутаты очень плотно работали с этим вопросом. Мы подготовили очень много предложений, внесений, изменений, дополнений. У нас есть свое видение. Плюс столкнулись вновь с проблемами, которые тоже сюда приносим. Нам наши коллеги привнесли свои предложения. И мы сейчас проходим, вот принцип очень простой, повторюсь, проходим все статьи для начала. Уже, скажем, одну треть прошли, могу похвалиться. Ищем слабые места, так скажем. Если находим понимание, сразу фиксируем. Если не находим внимание, общее понимание с формулировкой, необходимостью внесения вообще как такового, то мы оставляем рассмотрение этого вопроса, на потом, идем дальше, чтобы у нас от А до Я была применена одна техника, чтобы вот эта логическая цепь, она существовала через весь этот нормативный акт, чтобы не было разрыва, знаете, как я всегда называю, как этот, просто квашено, да, и хвост ломит, и шерсть выпадает, и температура повысила, чтобы этого не было. Вот как раз по этому поводу хочу уточнить, есть единство в работе комиссии, или чаще всего вы приходите к дискуссиям жестким, потому что есть разные мнения? Нет, приходим к дискуссиям. Как проходит работа? Конечно, разные мнения. Есть кардинально жесткие такие требования, что у нас должно быть правительство, республика одна, и самостоятельная страна, вот начиная от этого, заканчивая тем, а зачем нам это надо, может оставим, что было, ну, не совсем, что было, имеется в виду те или иные положения. Конечно, разные мнения, разные взгляды, видения, но мы находим понимание, тем более однозначно было определено, что мы работаем по определенным принципам. Есть конституция страны, мы, значит, следуем буквы и духа конституции, есть закон о высокоправовом статусе, есть заключение Венецианской комиссии, вернее, мнение Венецианской комиссии, которая давала заключение как относительно самого уложения, так и в целом, когда вносились изменения в конституцию страны, тоже касательно полномочий ГГУЗИ и в части суда уложения и так далее. И, наконец, есть практика, с которой мы столкнулись, и которая требует от нас какого-то принятия решения. Георгий Георгиевич, и в завершение, конечно, хочу, чтобы Вы обратились к Вашим коллегам, к депутатам, также к экспертам, от которых очень многое будет зависеть, потому что мы видим, что в разных направлениях Вы привлекли экспертов, и, конечно же, к людям, потому что Вы создали рубрику на сайте Народного собрания ГГУЗИ, посредством которой они могут на этой электронной платформе также высказать свои предложения. Вот Ваше обращение ко всем. Я уже раз обратился, но повторюсь еще раз. Знаете, очень важно, чтобы в этой работе принимали участие все наши сограждане, все те, кому не безразлично судьба нашего народа, все те, которые дорожат нашей государственности в виде гиггинской автономии, все те, которые хотят обустроить наш общий дом таким образом, чтобы было как можно меньше конфликтностей, и чтобы мы больше работали созидательно, чем выясняли отношения между ветвями власти, либо иные какие-то недоразумения, тратили на эти силы. Поэтому буду рад, и не только я, и все члены комиссии будут рады, если Вы привнесете свою лепту в эту работу. Заранее благодарим всем. Мы также желаем успехов в работе Вашей комиссии. Мы уверены, что Вы найдете это единство, Вы найдете компромисс между экспертами, между Тептатским корпусом и люди также будут полезны своими предложениями. И, конечно же, чтобы это все было на благо нашей Гагаузии. Гагаузия халтоплышу депутатуры джемня окумакларын сюресынде нышанадылар, а не капитал инвестициалар канонунында действиемлеклер лязым олсун. Канонкуручилары теклифеттелар 5 инициатива. Гагаузия халтоплышу депутатлары теклифедерлар капитал инвестициаларин бюрпайны вермя автономиянын кюйлерин, хемкасабаларин, примарияларин илэрлемесина. Бөле улэджек коллайлык та файдалы ищикурма кюветлерин арасында. Хепеле депутатын кайллы илэзым оллэцэк гириштэрмээдэйни инвестициалар проектэріні онун касабасында яда кюйнда. Депутатын имзасы лэзым оллэцэк садэте о проектэрі англары дивлэйт хэмбюлгэ бюджетлериндэн дэн юдэничклер. Гагаузия халтоплышу нэки депутаты Александр Тарнавский хэм Михаил Жэлэзогла бутэклэфэ бэлдэрттэлэр. Депутатлар та истэрлар ки инвестиция проектэрэн сээсэны каблэттэнэр гагаузия халтоплышу депутатлары. Данным проекте законы, который мы предложили с коллегой, мы предложили вариант более детального. Тэбу ейни статээларда бистэклэфэдээрэз дэйчэлмэклэрээ. Та дээрэндэн яздырылэн не о бөлгэ аманаларна гирян проектэр. Буээльг. Икэнджэ депутатлар сэээрлар ані ки юн хэм касабанэн депутатэн лязым хаберэндаулсу не сээпроэк гэрэштырленэр. Местные проекты депутаты должны быть на соответствующих населённых пунктах, в соответствующих округах вавлечены в процедуру распределэнэя. Депутатлар георгий лэчу хэм Николай Иванчук тэклэфэдээрлар бэрэз дэйчтэрмэа канону. Ки бэртэрлэсорум нэролсун хэрбэр кээхэм касабая пай едэ ляркэна капитал инвестицэллэры. Георгий лэчу нэшэннадэ ані капитал инвестицэллэр канонун да сэл нэчклэр тэо статэллэр англары гэнгэлэдэрлар дуру параэ пайэтмэ. Что предлагается нами? Чтоб была одна единица измерения для всех. Не без истерис. Пай едэркэна параларэ хэпсэ бэртэрллэкаблэцэн. Тэклэфэдэрэс бэр юл чубэллээтмэ автанумэда. Сорэл ясэбалара кэчэклээллэрэ яклэнэчкэлэр коээфэцэнтэлэр. Ки дуру пайэдэлсэнэр капитал инвестицэлэр депутат Николар Ая тэклэфэдэр канонна яклэнсэн табэр статээ. Бөлгэ хэмьерлэ инвестицээпроэктэрэ юдэнсэнэр бэртэрлэ. Депутат бэдэртэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует... 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 Мария Казаку, ГРТ Хаберлер. 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 Меньше продукции продаем, потому что цены очень высокие, особенно на помидоры, перцы, на иностранный товар. Очень высокие цены. Вообще вот стоим только и мерзними, и слабо вообще с целыми этими. Инсанар алашарлар, а не буил паски или юртуларына таз hazırlanacaklar, чünkü пара yetишмеечек. Мы не можем ничего нечего. Я не можем остроить. Я делаю паски. И в нем у меня нету. И нету. Нейдену не могу. Бегал. 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 Несу инсану hazırlanacak. Но если даже инсану не дырится, он беретчик так. А пенсии, соспасы, бежать. Я сейчас вакциналару бакусь, таковы. Бегал. 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 Не кайны алыб, он кайны алыб. Мы делаем пасхалары, каждый раз. Это очень красиво, очень красиво. Сейчас мы делаем все, все очень красиво. Мы делаем все. Молдова-Яшенарин харчалары, Башка маларь ичинь март айнда ТАПЕК бюджет и растирирак, Бу-илын кучу кайна. Газ пааланды 18%, Бензин 11%, Кюмир 10%, Якачак 5%. Экономика урунда эксперт Виталий Кюркчун Ишаннер, маларин пааланмасы Беллийдер, а не девлетте Инфляция протестрии тапик дуилер. Без бакарсады к гечан Квартала бюк, кучу, Хемарт айларына инфляция протестрии Без дайлерлер. Без дуерриз Бону кенде чубимизде. Ачан Гелерлеримизе харчерз. Небалы кошеларин пааларынан Он нар бюджу 3,8%. Халкларасы девлет, хемьерли маршрутлара Билетлер пааланды. В этом году это ежедневно. Чуть ли не в режиме происходил рост тарифов. Буилмайхергюнь петроалмаларына паалар калкэр. Буну ень пек автокомпанялар дуерлар. Без гердю конларын митингларыны. Чутили на себе и мы видели и забастовки перевозчиков и грузов и пассажиров. Виталий Кюркчунышаннэр, а не паалары энергетика агентства с улязым контролицин. Кошулары верянкурумнар мутлакалязым он аданышсыннар хем паа политикасны саде бёля корссыннар. Амаддиль хепси буну я пэр. Чекыш петроалхем энергетика маларын паалан масын дан сора башка маларда та паалу улерлар. Никто не отменял постановление правительства 16-го года, которое... Молдову дейшлер канун ангысны кибин он алтынжиилда каблетталар. Он агуря социал урунда ененемли малара паалары варенже контролитмя. Значит, ограничение торговой наценки. Виталий Кюркчунышаннэр, а не вергии измитил азым контролитсин бующи о варенже дезакуйсун о экономика агентлари на англары бу кануна карши паалары калдырэрлар. Молдова давар у аналты социал урунда енемли имяк малары. Онларын паалары лязым койулсун верельмешкуралара гюря. Бу еш я пылмар. Бу езеря маларда таа паалуладжиклар. Очень большие риски того, что предприятия, которые используют... Вар бюк рискляр, а не курумнаранглары энергетикам маларыны куланарлар таа да пек паалары калдыраджиклар. Буну дуэджиклар хеминсанар, хемэкономика курумнарыда. Это больно ударит прежде всего, конечно, по рядовым потребителям, по гражданам, но по предприятиям. Экономика министерли Хаберлера не буил инфляцией девлета варенджа курсун ирмейки процент. Татьяна Ставилова, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ, Хаберлер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова